8 мая 1924 года. Жижек Кантсад. Значит, сразу такие вопросы. Но обвинение Канту и Саду релевантно или нерелевантно? И Жижек, собственно, это и разбирает. Статьи как бы очень плотные, публицистического типа, в которые засунуто очень много философии. Читать их сложно, даже если в теме. И, значит, вот мои умственные напряжения по разбору дискурса и как бы перекосов. Первая больше разборка с Лаканом, а на заднем плане стоит Адорна. Вторая разборка с Адорна, с частичным вкраплением Лакана. Мне, в общем, казалось, что обвинение начальное, оно снято и выведено в довольно большую философскую перспективу. Значит, наиболее просто и жестко к этой паре и ее гомогенности относятся Адорна Харкхаймер. А для них все очень просто. Это уход разума универсалей приводит к тому, что у нас оказывается субъект, который в своем категорическом императиве опирается на пустое место. Пустое место – это универсалий и бог. Соответственно, субъект туда вставляет свое буржуазное нутро. И он вставляет туда свои злостные желания, желание властвовать, владеть. И он как бы звериное нутро. Соответственно, обвинение в том, что реализацией Канта… Мы видим, что Кант сложным образом выстраивает, а Адорна ставит туда видимый субъект. Как бы субъект проявленный. У Канта он не проявленный, это трансцентальный субъект, а у Сада он проявленный. Это субъект насилия и зверинства. Но, с другой стороны, они очень хорошо чувствуют переход. Вот этот как бы метафизический переход. Субъект классический, субъект просвещения – это субъект, который опирается на разум, за разумом стоит бог и так далее. Это субъект, имеющий какое-то универсальное основание. А поскольку Кант убрал эту просвещенческую опору, это основание, то и переместил субъекта из внешней позиции во внутреннюю позицию институциональных связей, дискурсов, стиля и так далее. То есть субъект был над реальностью, а тут субъект внутри той реальности, которая строится через множество связей. Этот трансцентальный субъект оказывается историческим, ни на что не опёртым, и он может опираться только на своё нутро, на свою психопатологию, которую он находит у себя в бессознательном. И лакановская версия совсем другая. Но лакана меньше интересует переход от универсального субъекта к трансцентальному субъекту, но его интересует, каким образом заполняется... Это жёсткая... Сейчас. Значит, лакан берёт... Ну, как бы, десубстанциализирует субъекта. Субъект — это большой другой. То есть субъект в любом случае будет бессознательно работать в символических решётках большого другого. И поэтому никакого звериного нутра нету. А есть процесс сублимации. Сублимация — это то, что как бы субъект переводит своё желание в порядке символических фигур должного. И, соответственно, он отрабатывает закон в его исторической, классовой и прочей сущности. И сублимация как раз и является наиболее садистской функцией. Потому что сублимируя, то есть встраиваясь в порядок власти большого другого, он совершает... Он производит такой ригоризм собственной моральности, который тут же превращается в репрессивность, нетерпимость по отношению к остальным. То есть, ну, мы это очень хорошо знаем. Вот это всё — духовность, святость себя, вот это божественная душа. Это всё способы сублимации собственного, ну, как бы, желания жизни, да, жить. Ну, либидо, да, по лакану. Либидо сублимируется в порядке другого. Другой — это властная форма, как оно должно быть. И тогда, когда мы себя превозносим, мы получаем некое право судить самым радикальным способом о других. И дальше Жижек говорит, что у Канта есть такая ситуация, когда он пытается определить зло меньшее, большее и ужасное зло. Вот ужасным злом у него оказывается суд над королём и его убийство. То есть, меньшее зло, если короля просто растерзали на улице, потому что нерефлексивное вот это раздражение толпы, а если это ещё и закон, королю голову отрубили, то это и есть самое ужасное зло. Ну, собственно, здесь вот Кант и Лакан в паре выступают против Адорна. И есть всякие... И как бы что, какой выход предлагает Лакан? Он предлагает вместо сублимации высвобождение, ну, как бы такого незаинтересованного желания. Это и воспроизводство, восстановление желания. Но не в форме сублимации, а в форме, ну, такого отказа, да, маленького объекта А. Я так хочу, я так хочу эту игрушку. Игрушку получил, да я не этого хотел. Я так там хочу Конституции. Конституция возникла, оказывается, недостаточно. Вот это вот как бы недостаточность как мотор, как бы несовпадение как мотор для Лакана является, ну, как бы разрешением этой проблемы. То есть уходом от пары Кантсат. И из очень смешных, что? Гомогенность Канта и Сада. А вот из смешного мне очень понравилось, как возникает... Вот это я не поняла откуда. По-моему, он тут, возможно, он здесь издевается над Адорно. Он говорит... Жижек говорит о том, как может возникать идея истинной, возвышенной, как бы нетронутой истины. Ну, ладно, предположим так. Если у Адорно, значит, у трансцентального субъекта прорывается его патологическое бессознательное, звериное, то может ли там... Ну, они полагают, что у них прорывается духовность. Духовность, индивидуальность. Жижек говорит, что это фантазм сартеровской девушки. Садовской девушки. Там, значит, такая логика. Вот у Сада над девушками измываются, но они почему-то не умирают и остаются вечно молодыми и неуродливыми, и прекрасными. Вот эта вся жестокость не делает их уродливыми. Соответственно, это субъект садистский. Он навязывает другим репрессии, но у него есть фантазм, что другие от этого ну, как будто не страдают. его долг привести их к лучшему, к нравственному просветлению. Но это чистый фантазм, потому что он их представляет через понятие собственной души. Моя душа бессмертна. Мой фантазм всегда свеж. С ними ничего не случится. Учитель отхлестал школьников, потому что они... У них есть... У них есть долг стать хорошими гражданами, и это опирается на фантазм учителя, что он не нанес им никакого вреда. Они, как садовская девушка, после всех истязаний сохраняют некую бодрость, молодость и нравственность. Они, конечно, страдают, но... Но таково... Почему-то мне это напомнило голливудский боевик, когда там бедного актера, ну, не бедного, богатого. Долго бьют, потом на него падает кран-балка поперек, а он потом еще полсекунды, и он встает жив и здоров. Ну, это вообще... Мы только посмотрим в новости. Там то же самое. То есть это... Ну, у меня, конечно, в голове вот эта вот духовность, которая меня... Из-за которой пришлось когда-то уходить из университета, да, потому что... Да, да. Потому что в университете многие кафедры перешли на концепцию Соловьева, духовности, русской философии. И вообще это было... Ага. Да, 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 да. Ну, а как прочитывали Дорида? Через полную свободу моей души, которая может вам вписывать вообще какую угодно гадость и через садовскую девушку, да? Нет, Дорида как раз делает все совсем не так. Но просто это чтение Дорида пришло к вседозволенности постмодернизма, когда что бы я не делал, как бы я не мыслил, какую бы репрессию я и унижение окружающим не наносил, они садовские девушки, они все равно не терпят как бы изъятия, да, и одновременно они все, кого я унижаю, обижаю, все окружающие, они находятся внутри моего фантазма, а мой фантазм стоит на понятии, что душа моя бессмертна. То есть и таким образом всю вот эту марксистско-структуралистскую историю выкинули ради фантазма. Ну, я, по-моему, ну, вот только я так нагло прочла, или кто-то ищу? Кто-то наглевал. Запутан. Не зря фильм. Давайте. А, вот это. Что это вы, Алла, как вы это сказали, что вы прочитали? Я прочитала большую проблему. Ой, ничего себе. ваше устройство перезагрузилось. Это у вас это самая машина таких требований. Да. Так, ну, не, 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 ничего страшного, я и так справлюсь. У нас технические проблемы. Как-то вы сказали, как вы текст, как вы этот текст прочитали, как-то, как Алла сказала? Как обычная машина. Игриво или или дерзко? А, хулиганские. Да. Ну, хорошо, но... А это что за красивая такая вы не смущаетесь наших спикеров? Давайте по делу говорить. На самом деле, я вот в целом с Аллой согласен, но давайте копаться в нюансах, потому что там действительно текст довольно путанный. Мне кажется, что ну, как путанный, может быть, он так излагает путаный Жижик, может, если что, его переводят неудачно. Сама мысль, сама мысль центральная текста с Жижиком высказывалась, мне кажется, много раз в более простом формате, да, как раз таки про этику психоанализа Лакана и идея в том, что нужно как бы не быть инструментом, да, не нужно быть инструментом большого другого, да, не нужно быть перевертом, это он ругает людей, которые делают всякие мерзости и потом ищет себе оправдание, оправдание о большом другом. Вот Эйхман сидит там, людей посылает на смерть и говорит, ну, как же так, я вот просто винтик в большой машине исполняю приказы, да, как бы с меня взятки гладки и так же все остальные. Вот. И таким образом вот он становится инструментом большого другого вот этой некоторой идеологической инстанции. А вместо этого действительно нужно прислушаться к своему желанию. То есть там еще есть значительный кусок в тексте про депатологизацию желания. То есть там вот есть первое прочтение сада в контексте Канта, что сад это такая как бы патологическая хотя нет, наоборот эту идею. Сад воплощенность Канта, да, но к тому Жижик ведет, что желание там само по себе, оно не должно нами восприниматься как патологическое, если это действительно твое желание. То есть мы не должны желание объяснять таким образом, что вот он там знаете о чем пишет, он пишет, что желание, которое идет поперек своему собственным эгоистическим целям, да, и приводит пример как раз-таки из Канта. у Канта есть пример про то, что вот если человеку сказать, что вот окей, ты хочешь с кем-то переспать, но если это случится, это как бы запрещенный для тебя человек, если это случится, тогда тебя повесят, и вот если бы у него висеница стояла на крыльце его дома, тогда человек, конечно же, ни в коем случае бы не пошел на этот риск, а в версии Лакана тире Жижика вот после сада конечно все наоборот, то есть человек может пойти как-то на нечто подобное, зная, что он будет повешен или что над ним нависла огромная опасность, и это может его наоборот раззадоривать, это может быть значительным элементом его желания, и в этом нет ничего предрассудительного, и не нужно это патологизировать, нет, нужно прислушаться к своему желанию и идти до конца. И здесь же вот этот вот пример с Антигоной, который он тоже пересказывал много раз, что она идет поперек воли тирана, то есть ей нужно брата похоронить, ей говорят, все, брата хоронить не будем, и все будет нормально, у тебя жизнь будет в порядке, вообще у всех все будет нормально, вот давай без этого, а она такая, нет, мне нужно похоронить своего брата, во что бы то ни стало, мне нужно похоронить своего брата, ну и все идет в раскосяк после этого, вот, и к чему это, что получается такая этическая система, да, вот этот вот абстрактный кантовский идеал, этический, он абстрактный, обезличенный, у него нету инстанции, когда есть некоторые инстанции, например, большой, другой, да, это уже некоторые компромиссы с своим собственным желанием, и это как бы наоборот проблема, не должно быть никакой экстанции, высшая степень вот этой абстракции, это твое внутреннее желание, которое как бы вот из ниоткуда появляется, да, и которое не совсем ты, потому что ты часто им противостоять этому желанию не можешь, и ты должен ему следовать, и вот в такой системе получается, что нацист, эсэсовец, ладно, давайте другой пример, убийца, который, маньяк, который убивает свою жертву, наплевав на все нормы и правила, просто потому что и как бы готов, ну не то, чтобы принять ответственность, но в полной мере стремится воплотить свое желание, он более этичен, чем Эйхман, который сидит в этой системе нацистских конституционных лагерей и говорит себе, что он просто исполняет роль, или вот пример из этого текста, что вот есть вот эти дикие дикие эсэсовцы, не эсэсовцы как раз, а дикие штурмовики, которые были в лагерях до эсэсовцев, и они более этичные, вот их можно понять, они не такие ужасные, как эсэсовцы, потому что они вот врывались, они избивали людей, которых они ненавидели, которые, они считали, что эти люди, они умнее их, успешнее, вот как бы это их дикая такая звериная месть, да, а эсэсовцы, это как бы другая, другая совсем история, да, эсэсовцы, это вот такие вот именно жертвы идеологии, перверты, инструменты, это дурно или заварок, нет, это жижи говорит, да, да, вот, вот, то есть первых, первые, они, да, да, дело не в том, что они, как они образованы, там, Эхман тоже был, да, даже дело, сублимация, эмоция, рациональность, а страсть, вот это тупая, тупой выброс аффекта, он меньше, ослаждение, другим образом, великолепно, одно из таких, на своих, ну да, вот, когда он, жижик, сопоставляет роль вот этих вот администрации СА, потом, когда СС перехватило вот эту линию управления насилием, чем они отличались? Первые, будучи людьми попроще, попроще, как я понимаю, социально попроще, и они как-то, видимо, непосредственно чувствовали какую-то свою уязвленность рядом с вот этими жертвами, которые были образованы более там как-то социально, может быть, состоятельно. А это были СА, это просто бригада этих штурмовиков, такие головорезы, головорезы, а когда им на смену были поставлены эсэсовцы, эсэсовцы, они как бы более холодно отстраненно на это смотрели, как бюрократы уже такие вот винтики, и какой-то тут более интеллектуальный что ли взгляд. Они решали бюрократическую задачу, они управляли этим процессом как бы в целом, и вот это зло как бы Жижик не нет, он как бы это зло, это вот Жижик считает, что это зло более радикальное, более отстраненное от субъекта, от субъекта исполнения, и тем оно ужаснее. Злость, что такое злость, я не знаю, тут надо смотреть на способы извлечения наслаждения, кто как получал это наслаждение от совершаемого зла. Одни получали наслаждение непосредственно вот от своей какой-то такой вот выплеск этой злой энергии, а другие от добросовестного служения вот этой машины, машине по уничтожению врага Рейха. То есть вот тут и это вот второе, второе как бы Жижик ставит выше как в уровне как наслаждение другого рода наслаждение просто. И вот по наслаждению на это можно вообще на эту проблему смотреть. Ну да, так и есть. Да, Анна. Ваша рука. Здравствуйте. Спасибо, что дали сказать. Я просто думаю о том, что мне больше нравится последняя фраза в этом тексте. Для меня она много кажется резюмирует его идею, когда он пишет о том, что жестокая непристойность наслаждения и монет на социальной структуре это признак того, что эта структура сама по себе антагонистично противоречиво в общественной жизни, также необходимо избыточное наслаждение. Он по сути говорит, что вот это, как я его поняла, Жижика, он говорит, что не существует вот этих кантовских градаций зла, когда есть некое обычное зло, диктуемое личной патологией, личным отклонением от долженствования и далее некое дьявольское зло, никак не связанное с личной патологией и вот это радикальное зло, которое спонсирует эту патологию. Он просто имеет в виду, в этом смысле я его читала через также Альтюсера, который говорит об интерпеляции, который говорит о том, что нет, ну, как все современные философы, говорят, что нет никаких идентичностей, нет никаких самостей, есть конструкции, властные биополитические конструкции. И я читала вот его именно так. И в этом смысле мне очень интересно то, что он вводит наряду со всеми, со всем базой текстов, с которыми он взаимодействует в этом эссе. Он вводит Аннент. Он вводит Аннент с ее банальностью зла. Я недавно читала эссе небольшое Михаила Немцова о стыде интерпеляции, о стыде, вызываемом не отклонением от общественной нормы, а наоборот под падением не просто о норме, а нормализующей деятельности системы власти, о стыде, который Аарон также рассматривает, рассматривая фигуры сопротивленцев, рассматривая фигуры тех, кто, как она пишет, готов был отказаться от легкой смерти в газовой камере или расстрелы, а тех, кто гарантировал себе месяцы и годы пыток в фашистских лагерях. Она говорит о людях, которые шли на это, потому что им было стыдно быть, не принадлежать себе, чтобы это не значило, может быть, это наоборот значит не быть собой, а подпадать под конструкцию в данном случае фашистского государства. И вот в данном случае мне очень интересно, что он никак не касается в этой статье темы стыда. Мне было бы очень интересно почитать сада, я не читала еще сада, мне было бы очень интересно почитать сада в ракурсе того, как его интерпретирует жижа, клокана, дорна, в ракурсе того, что это не страстный субъект, а это предельно рационализированный субъект, это предельное порождение не паранормы, а самой нормы. И вот очень интересно, есть ли там, в принципе, вот эта тема стыда, и есть ли там, в принципе, какое-то размышление о стыде, потому что, если это сексуальная перверсия, это на самом деле предельное выражение государственной, властной биополитической абстракции, и если стыд, всегда связанный с какой-то рефлексией сексуального наслаждения любого, любого либидо, может быть рассмотрен как именно стыд интерпелляции, то есть ли вообще подобная рефлексия у сада, вот это мне очень интересно сейчас. Спасибо. Можно я отвечу? Или кто-то? Кто-то хочет ответить? Нет? Нет, ну это была реплика, это как, ну неважно, это было все в рамках обсуждения, да? Ну, так, да, по очереди. Я читал сада, очень скучная, мне кажется, кто-нибудь читал? Конечно. Скажите, скучная довольно литература. Ну да. Да? Ну очень. Да, 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 бухгалтерия, да. Есть интересные вещи, Алла, говорит. мне нравится, я не знаю, но я, я не знаю, что-то, но я, да, да. Мне нравится, как одним поступком совершить пять грехов. Нужно совокупиться с монахиней Не знаю, матерью Ну, в общем, пять надо набрать Это возможно Девственница уже не получается И еще, когда идет совместное действие Они синхронизируются Еще одно усилие для достижения демократии Интересно Они за демократию борются Но я до тут не дочитал эти Еще одно усилие Окей, ладно, не важно Как их называют Ну К садовской Точнее, в интерпретации Жижика Как он через Лакана читает сады Там действительно, мне кажется Есть вот этот момент Что можно садовскую систему Понять как перверсивную Патологичную Нет, не перверсивную А патологизированную Ну и перверсивную тоже Форму такой биополитики Просто где в форме Большого другого Оказывается садист Это вот первая часть текста Которую он потом Начинает критиковать Свой проект Развивать И вот этот вот садист Тиран Которому ты становишься Инструментом для Получения его удовольствия И сам таким образом Получаешь удовольствие Вот По поводу интерпелляции Вот я, честно говоря Не очень понимал Как он это с Трампом связывает Во втором тексте Вот Алла высказалась И мне лучше стало Мне кажется, понятно И интерпелляция Мне кажется, туда же Что вот Жесты популистские Оскорбительные Трампа Которые он совершает Они не освободительные Да А они именно Сублимационные Что они осуществляют Вот сублимацию В рамках вот этой системы Тиранической Капиталистической Системы Вот А на самом деле Все остается Этот популизм Это все на самом деле Бизнес As usual Вот То есть Просто, да Акты сублимации А там Все как Раньше Вот Еще какое-то Еще что-то важное Вот про стыд Тут вот Выпадает К сожалению Вот я не знаю Может кто-то знает Что в этом тексте Можно про стыд сказать В этом А вот я вспомнил Что я хотел сказать Зато вместо стыда Но оказывается Что стыда нету В этом тексте А нет Там в этом Так нет Есть стыд Кстати говоря Но в очень странном А? Не хватило У Канта У Канта У Канта Но в очень странном контексте Потому что Если я все правильно понял Там Жижик говорит Что Есть Некоторое Вот постоянное Свойство Нашей души И это стыд За невозможность Соответствовать Императиву Категорическому Вот Что В мире Есть зло Вот И это вот Постоянное Такое Длящееся чувство А потом он Вдруг говорит А вот У сада Есть вот эти вот Тела Которые бесконечно Страдают Которые можно Бесконечно пытать И Он Как бы Делает Такую рифму Что Почему Сад и Кант Это близкие фигуры Потому что У Канта Вот есть Страдающая душа А У сада Есть Бесконечно Страдающее тело Которое Вот все пытают И мучают Да Оно Действительно Никак не меняется И Ну Я не знаю Насколько это Сильный Как бы Ход Потому что Это действительно На уровне рифма Как будто бы Мне показалось Играет А я хотел Про абсолютное зло Сказать Мне кажется Что абсолютное зло Там функция Абсолютного зла В этом тексте Она Такая Что Если Кант Если Канту Идти Последовательно И до конца В своих рассуждениях Об этом Абсолютном зле Оно становится Неотличима От категорического Императива То есть Вот такая Форма закона Которой Ты не можешь Противостоять Вот это Некоторое Абсолютное зло О котором он говорит Что он существует Якобы А нет Он говорит Что Там Типа Парадокс В том смысле Что он говорит Ну нет Такого конечно Нету Но абстрактную Возможность Его существования Мы можем допустить Вот И Получается Что Вот это Абсолютное зло Которое Ничем Как бы Не Детерминировано Вот Оно Как бы Такой концентрат Такой же концентрат Как и моральный закон Вот Абстрактный Из ниоткуда Если мы его Как бы Допускаем То Ну Оно Становится неотличима От морального закона И мне кажется Что Жижик Это в свою сторону Поворачивает Когда Мы желание Перестаем патологизировать То есть Неважно уже В какую сторону Там В хорошую В плохую Мы это уже Не оцениваем Да То есть Вот может быть Моральный закон Есть Аморальный закон Такой же Абсолютный И ему Тоже Сцетической позиции Противостоять Не нужно Вот так Можно я Только два слова То есть Мы Сейчас По-моему Вышли В поле Когда У нас Мы обсуждаем Не Желание Которое Производится Брутально Зло Отсутствие Понимания Рефлексии Вот это Желание Мы Отсюда ушли И мы Находимся В той ситуации Которые Жижик И Кант И Лакан Понимают Как самое большое Зло 20 века Которое Связывается Сублимация Интерпеляция Какой-нибудь Жестокий Сборщик Налогов Для фараона В Египте Он Не виноват А Почему-то Трансцентальный Субъект Понятый Через То есть Конструированный Через Интерпеляцию Сублимацию И встроенный В систему Производит Как бы Субъект Производит Воз Производит Зло Системы Это Как бы Такая Структуралистская Концепция Большого Зла И я Сразу Сниму Сниму Драматизм Откуда Говорю я Например Во-первых Для меня Нет одного Большого Другого Ну Как бы Есть Система Символическая Антигона Есть Крионта И так далее То есть Мы Имеем Возможность Жить В разных Символических Других Соответственно Мы Не теряем Себя И мы Не подвергаемся Однозначной Интерпеляции Потому что У нас Есть выбор Это тоже Выбор Данный Нам Как Трансцентальным Субъектом А что Касается Желания Почему Оно У меня Не Эссенциализируется Я Принимаю Позицию Маленького Объекта А То есть Все время Убегающего И Восстанавливающегося Желания То есть Я возвращаюсь В дискурс Как Когда Я вижу А я Не этого Хотела И я Это Меня Опять Запускает То есть Мне Не нужна Цель Мне Нужен Сам Процесс Я Все Время Перезапускаю Как бы Чистое Желание Потом Получаю По башке И потом Опять Перезапускаю Я Что хочу Сказать Мне Принется Красненько Вернуться К самому Началу Потому что Мне хочется Просто Ваших Пересказов Наметить Те Основания С которых Исходит Жижек Потому что Он говорит Про Канта И говорит Про его Моральные Законы Канта Он что говорит В этой книге Своей Основной Метафизики Нравственности Он говорит Что для того Чтобы совершить Нравственный Нравственный Поступок Человек Не должен Его совершать Корыстным образом То есть Ради Какой бы то ни было Выгоды Но не только Выгоды внешне То есть Что ему Что-то За это будет Конкретное Материальное Но и Выгоды внутренней То есть Что ему За это будет Какое-то Внутреннее удовольствие Человек совершает Моральный поступок Потому что Долго ему Верит его совершить Долг причем Всегда пустой И в каждой Актуальной ситуации Он говорит Исходя из Этой ситуации Например Мы идем по улице К нам подходит нищий Говорит нам Дай нам 100 рублей Мы Зачем нет Он говорит нам Просто дай нам денег Мы Открываем кошелек У нас там 300 рублей Мы ему даем 100 рублей А 300 А 200 рублей Оставляем мы себе А на остальный долг Нам говорит Что он должен Отдать 300 рублей Но как бы Мы отдаем 100 И тем самым Мы постоянно Оказываемся унижены Перед этим самым Нашим долгом Мы постоянно Ему не соответствуем Мы Мы взяли Двух котиков Нам предлагали Четырех Но на самом деле Мы должны были Взять всех котиков Потому что У них всех нет дома А мы как бы пошли На компромисс Со своими обстоятельствами Но долг нам Говорит Ай-яй-яй Ну мы это Заговариваем Мы пытаемся На это Не обращать внимания Но тем не менее Эти унижения Как бы с нами Происходят Постоянно И тем самым Получается Что Это самый нравственный Долг Он является В некотором Что Кого Поставить А нет Ну нет Если ты хочешь Чувствовать себя Если ты хочешь Чувствовать себя Хорошим человеком И поступать По добру Тогда ты ему даешь Если тебе это Не интересует Да Вот Подождите Подождите Я же Я же ничего Сейчас Не защищаю Подождите Что вы на меня Нападаете Подождите Ну Не надо меня Не надо меня сбивать Подождите Я же не говорю Что это Я же не говорю Что я Я не высказываю Своих мыслей Это 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 Да И что Хорошо Жуешь Какой-нибудь Вот там Я не знаю Шаурму Да Ешь И тут Какой-то Нищий Сидит На Тротуаре И просит Дай на бухло Говорит А ты ему Шаурму Протягиваешь А он Возмущенно Ее Выбрасывает Вот так Вот прямо Да Вот твоя реакция Моя реакция Я бы ему не дал Шаурму Потому что Потому что это Оскорбительно Да Нет Я бы ему Не дашь рум Потому что Это Оскорбительно Ему надо Дать Купюру Понимаете Как С другим Надо поступать Так Как ты бы хотел Чтобы поступали С тобой Вот Если бы я сидел Допустим Вот этот Нищий Да Потому что Я могу Завтра Стать этим Нищим Я Нет Я Хорошо 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 Давайте Мы Тут поставим Эту зарубку И с этим Согласимся Потому что Я же даже Еще не начал Вы уже Потому что Вот то Что вы сейчас Делаете Это бунт Против этого Долга Потому что Он садист А мы Мы думаем Нельзя Ну-ка Не надо Меня Унижать Я все равно Буду себе нравиться Даже если Тебе не соответствую Да Это нормально То что вы сейчас Это говорите Это как раз Подтверждает Правоту Канта Так вот И значит Что дальше И дальше Что говорит Жижик Он говорит Что А теперь Мы Смотрим На этого самого Героя сада Который совершает Вот эти свои Насильственные Поступки По отношению К людям И совершает Их так Как будто бы Его ведет Какой-то долг И получается Что между Между Моделью То что Литература Сада Это некоторое Материальное Развертывание Идеальных Моделей Кантовской Этики В которой Вот этот самый Садист Он является Тем самым Долгом А женщина Которую он пытает Это наша Душа Которая От этих пыток Только преображается И становится лучше Потому что Мы понимаем Насколько мы Несоответствуем Моральному идеалу Тем больше Мы стремимся К нему Взойти И получается Что вот эта женщина Которая в этой Сексуальной фантазии Не портится тело Так же и у нас Наша душа До этого не портится А только становится Лучше Ну И ученика пороть А ну да Попа-то Как бы Краснеет А в этом смысл А ну да Да Тоже можем так Да Ну да Ну вот Но возникает Тогда вопрос Этот самый Садист Он же совершает Свои злодеяния Ради наслаждения И тогда получается Что не соответствует Долгу Канта Потому что Долг совершает себя Не ради наслаждения А из самого себя И тогда он Приводит Значит Лекцию Лакана Где он Разбирает Этот вопрос И Лакан говорит Что этот самый Тот Кто совершает Насилия Ради долга Он его стал бы совершать Если бы рядом Висела бы Виселица И он бы знал Что завтра его Повесит И таким образом Мы узнаем Что он совершает Не из долга А все-таки Ради удовольствия И этим удовольствием Он может пока Поступиться Ради своей безопасности Но тут Жижек Вы Тут Жижек Приводит Пример Из фильма Эферини Казанова Которым Казанова Может возбуждаться Только если Сексуальный акт Окружает Некоторые Возможности Опасности И в конце Он описывает ситуацию Когда Казанова Ползет по крыше Смертельный риск К своей возлюбленной Чтобы с ней Совокупиться И тут Жижек Говорит Что он к ней Ползет Не ради того Чтобы получить удовольствие А для того Чтобы исполнить Исполнить моральный долг То есть Он удовлетворение Своего сексуального чувства Понимает Не как Ради удовольствия Не как ради наслаждения А ради исполнения долга Вот Потому что он даже Рискует жизнью Чтобы Это сделать И таким образом Жижек На этих парах Вот доказывают Что все-таки Да Можно Гомогенизировать Вот этот самый Кантовский Бескорыстный долг И Садиста Садовского Но Возникает тогда Вопрос Значит он говорит Что это самый Главный вопрос А можно ли Вот этот самый Моральный долг Его Отождествить Со сверхъяфрейдовским Потому что Сверхъяфрейд Это как бы Наша Моролинсанция Которая говорит нам Как правильно поступать И мы ее слушаемся Или не слушаемся Обычно мы с ней Договариваемся Вот И В принципе Если по Фрейду судить То да Можно Но если по Лакану То нет Нельзя Потому что Лакан Суперэго Фрейдовское Он его Немножко Переописывает И переворачивает Если у Фрейда В этом Это суперэго Абсолютно Свободно От Действий Либидо От его Он является Его проводником То у Лакана Суперэго Оно Оно Нас начинает Беспокоить Тогда Когда мы Не исполнили Нашего желания Получается Что у По Лакану Стремление помочь Кому-нибудь И стремление Кому-нибудь Ахнуть Это в принципе Исходит из одного И того же Чувства Из одной И того же Инстанции Из инстанции Желания И тогда Получается Что у По Лакану Это самое Суперэго Является Проводником Наслаждения Потому что Когда мы Совершаем Нравственный поступок Мы вместе Наслаждаемся А А вот По Фрейду Нет Мы не Наслаждаемся Мы Исполняем Долг И тогда Получается Что если По Лакану Судить То тогда Садовское Осуществление Садизма Оно вполне Оно Не соответствует Кантовскому Потому что У Канта В долге Мы не Наслаждаемся А у Лакана Наслаждаемся Вот такая Получается Диспозиция Следующий ход Как бы Жижа Как всегда Так сказать Крутит Эти свои Вертолетики Лакан Лакан Подвязывает Либидо Он говорит Что это Вот Да Кстати В конце И дальше Что там Происходит Жижа Как говорит Теперь Мы должны Выяснить В тоталитарных Режимах Как устроено Наслаждение Другого Другой Он Наслаждается За счет Того Что он Отдает Себя Как объект Некой Внешней Власти Сталин Гитлер Сталину Гитлеру И Когда он Ему Подчиняется То он Тем самым Наслаждается Будучи Как будто бы Пассивным Объектом Это совершенно Противоречит Идеи Канта Потому что Канта По Канту Другой Не может быть Пассивный Объект Он может быть Только целью Соответственно Здесь Канта Чист Но при этом Он говорит Что тогда Когда возникают Эти вот Исполнители Вот эти ОС И СС ОС Они Наслаждаются Как бы Либидозным Образом А СС Они не Наслаждаются А Исполняют Долг Но При этом Говорит Жижек Что Эйхман Который Как будто бы Не наслаждался А только Исполнял Долг Он на самом Деле Передоверив Это наслаждение Вот этой Анонимной Бюрократической Машине И втайне Наслаждался Тем Что он Ее как бы Передоверил Это наслаждение Его как бы Контенировал Вот Вовне Экстериоризировал Поэтому Можно сказать Что Кант Абсолютно Чист Если мы Описываем Тоталитарный Вот этот Ужасный Опыт 20 века Потому что Все-таки По Канту Человек Остается целью Всегда Вот И в долге Нету Наслаждения Но при этом Вопрос о том Что все-таки Садист Наслаждается Так же Как моральный долг Осуществляет себя То есть так же Бескорыстно Он все-таки Повисает И оказывается Что все-таки Если по Фреду Судить То это так И самый последний Момент Это вопрос о том Собственно Тут на самом деле Была Эта тяжба О статусе Желания Потому что Почему Кант Он вот так вот Очищает Абсолютно Долг От удовольствия От насладения Потому что Оказалось бы А что это такого Ну человек Дал кому-то Сто рублей Почувствовал От этого Какой-то Прилив Уважения К себе А что в этом Плохого Что плохого Кант говорит Что тут Плохого Он говорит Что наслаждение Не является Априорной Структурой Наслаждение Принадлежит К случайности Природы А разум Философия Вообще Наши Моральные Моральные Инстанты Она находится В априорном Мире То есть В мире Который Предшествует Чувственности И у него Есть такая фраза Которая Цитирует Шижик Что Удовольствие Удовольствие Между Чувственным Объектом И получением Удовольствия Нет априорной Связи Вот А то есть Она не входит В априорной Форме Чувственности Она входит В структуру Случайных Отношений Внешней Действительности А вот У Лакана Не так У Лакана Желание Укоренено В нашей Природе Потому что Оно Инспирировано Объектом А Маленьким Объектом Который Дает этому Желанию Импульс Изнутри Нас И таким Образом Желание Оно Не ангажировано Внешним Миром Оно Каким-то Образом И Изначально Присутствует И оседает На разные Объекты Действительности В наше время Конечно Поскольку мы Очень уважаем Желание И у нас Как бы Сексуальная Революция Была И мы Как бы Жмем в Гедонистической Цивилизации Мы очень хотим Конечно Встать на Сторону Лакана И Лакан Конечно В то время Когда Желание Освобождали Но В то же время Вот это Кантовское Кантовское Унижение Желания В нем Есть Какое-то Какое-то Стремление Зачистить От Анархии И случайности Какие-то чистые Структуры Из которых Можно реально Понимать Что происходит И что такое Моральный поступок Ну вот Получается Вот так Ну я Честно говоря Не ставлю То есть На какую-то Там Позицию Кого-то То есть Себя Или тут Ну Жижик Повертел Своей вертолетики Очень интересно Ну вот Все Анна Анна Пожалуйста Вы были раньше По-моему Спасибо большое Я просто Все Думаю Мне очень нравится Вот эта тема С субъектом А Вот этим Субъектом Желания Субъектом Либида Вот этого Объекта Не интерпелированного Не навязанного Не продиктованного Долгом А Высвобождающегося Из его нормативности Я нашла Очень классное место И вот Мне очень понравился Вот этот мотив Который вывели Сергей Когда вы говорили О фундаментальной Нехватке В структуре Этого долга Когда долг Работает на том Что ты никогда Не можешь с ним Совпасть И это безумно Интересно Потому что Это ровно то Как этого Субъекта А Потому что Получается Что Свободный От долга И свободный От нормализации Свободный От биополитики Я не знаю Как его назвать Это в ряд Субъект Это какая-то Траектория Это линия Ускользания Это Иван Виталь Жизненный порыв Он Именно определяется Несовпадением Нехваткой Нехваткой Попадания В этот долг Просто у Агамбина Я нашла Вот это место Мне оно очень нравится Он пишет В грядущем сообществе Человек Есть нечто Фактическое Но то Чем он является И чем он должен Являться Это вовсе Не сущность И не какая-либо вещь Это то О чем Алла Говорила Как о субъекте Ибо само Существование Человека Есть не что иное Как возможность Или потенциал Но именно По этой причине Все усложняется Именно поэтому Этика Оказывается Реальной Не мораль А именно этика Этика Как Можность А не должность Поскольку Бытие Дальше пишет Агамбин Наиболее близко Человеку Это способность Быть собственной Возможностью То поэтому И это единственная Причина Человек всегда Испытывает Фундаментальную Нехватку И он сам И есть Эта нехватка Поскольку Наиболее присуще Ему бытие Это сама Его возможность То в силу Этого В определенном Смысле Его не достает Ведь его Может и не быть Ибо оно Лишено Необходимого Основания И всего лишь Возможно И человек Не всегда Безоговорочно Обладает То есть Вот Человек Ускользающий Человек Становящийся Человек Разреждиспленный Со своей Интерпелляцией Это нехватка Нехватка Этого Совпадения С самим Собой Нехватка Самого Себя Нехватка По сути И удивить Мне просто нужно Еще это Как-то Продумать Но вот Этот долг Работает Точно Так же Он требует Именно Нехватки Он требует Для своего Осуществления Получается Недостаточного Овладения С собой Недостаточного Совпадения С собой И вот Одна ли Это нехватка Или Это разные Механизмы Мне кажется Это ужасно Интересно Было бы Продумать Пока мне не хватает Мозгов на это Но мне кажется Это как-то Очень захватывающая Рифма У меня маленькое Замещание Мы говорили О стыде Попытка Как-то Привязать его Но вот Я так Немножко Думал Мне кажется Что стыд И голос Совести Они как-то Наверное Связаны То есть Через голос Совести Наверное Стыд Может возникать В субъекте И Голос Совести Вообще Это У Канта Такая Конструкция Которая Указывает На Этическую Автономию Субъекта А вот Уже Лакан Обращаясь К саду Да Полагает Что В данном Случае Голос Совести Как бы Экстернализируется И Отправляется К Палачу Который Занимается Непосредственно Истязаниями Вот Я не очень Понимаю В тексте А Получается Так Да Голос Совести Это и есть Ну То есть Вот Насколько Это соответствует Тому Голосу Совести Который Вообще Имел Ввиду Кант Который Указывает На Этическую Автономию Да То есть Вот Можно Так Отождествить Кант Приводит К пример Почему Голос Совести Всегда Превышает Наши Возвращения И Таким образом Когда мы Не исполняем Потому что Мы сидим Перед 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 Самим Собой Да Вот У Баклер В книжке Которую мы обсуждали Осенью Там Очень Интересная Развивка Которую дают Фрейд И Эмили Кляйн Потому что Эмили Кляйн Она говорит Что через этот Сцент Мы Можем Войти В отношения С другим В новое Отношение С другим И Искупая Эту Вину Дарить Другому В наших Отношениях Нечто Ценное Вот Да Да А по Фрейду Это Та вина Которую мы Не можем Полностью Избыть А у Кляни Все-таки Можем Это Баклер Там Работает С Этим Ну вот По поводу Я хотел Про последнее Что сказала Анна Там можно И в плюс И в минус То есть Если То есть Нехватка И Она может быть Как бы Положительно Прочитана И Как бы Отрицательна То есть Если Есть Некоторая Изначальная Нехватка В субъекте Которая Собственно Порождает Желание То что мы Обсуждали И Постоянно Ты Из-за Этой Как бы Нехватки Которая Встроена В Твою Сущность Как бы Ты Постоянно Скачившь К объекту А Который Постоянно Скачет По разным Частичным Объектам В реальности То ты Молодец Ты Прислушиваешься К своему Желанию Вот И Как бы Длишь его И Достоин Всякого Поощрения То есть Есть Вот это Внутреннее Требование И Этическое Требование Этическое Требование Психоанализа Лакана Следуй за Своим Желанием Но Может быть Другое Требование Как бы Негативное Когда И оно Как раз Связано С суперэго Которое Тебе Говорит Требует Тоже От тебя Что-то Делать Ты Вынужден Это Выполнять Как жертва Идеология И Там Про это Жижик В разных Текстах Говорит Что Чем Сильнее Ты Стараешься Чем Ты Больше Пытаешься Убложить Вот эти Желания Большого Другого Тем Больше Каблу Ты Погружаешься Тем Более Ты будешь В конечном итоге Виновен Мария Мы вас слушаем Да Всем привет Я хочу Я хочу Вернуться Тоже к тексту И Подумать О том Что У Жижика Как бы У него есть Какие-то Философские Проекты Но у него Плюс Есть такой Жизненный Проект Один Ну один Из нескольких Он всегда Пытается Разобраться С тоталитарными Режимами Поскольку Сам он Жил В Югославии И Вот он Говорит Что Ну Во-первых Он читает Канта Через сада Он сада Как бы На самом деле Он не пытается Разобрать Каким-то Более полным Образом Сада Он смотрит На канта Через сада И Жижик И Он Жижик Сам об этом Говорит То есть Не важно Что сад Да У него действительно Там Он говорит Про желание Но дело в том Что Канта Можно сравнить И как-то По-новому Увидеть Вот то Что Канта Имеет ввиду Под моральным Законом Он просто Пытается Высветить Вот эту Жестокость Этого Морального Закона И Что Плохо Слышно Нет 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 Говорите Пожалуйста Тут просто Порядок Нарушали А можно Последнюю мысль Повторить Последнюю мысль По поводу того Что Нарует Это Закон Моральный закон Да Я просто Я просто Говорила Что Жижик Читает Канта Через Сада Но не Сада Через Канта Он Сада На самом деле Не читает Он в основном Читает Канта Здесь Через Сада Но это Просто Такое Добавление И вот Когда он Рассматривает Тоталитарного Субъекта Он Говорит Что Субъект Не Получает Удовольствие От того Что он Выполняет Свой долг И может Каким-то Образом Оправдывает То Что Он Это Делает Из-за Того Что Это Не Его Он Говорит Что Тоталитарный Субъект Становится Объектом Или Инструментом Удовольствия Другого И И Вот Здесь Я Попыталась Это Перевести Просто На Другой Язык Если Попробовать Говорить Об этом Как О Позиции Маскулинный И фемининный Ну Вот Просто Как бы Другие Термины Поскольку Ну Пигмалион И Галате Пигмалион Это Творческий Субъект Галате Объект Вот И Таким Образом Тоталитарный Субъект Он Феминизируется То есть Он становится Объектом Удовольствия Другого Но На самом Деле У Тоталитарного Субъекта Есть И Как бы Просто Жижик Тут Мне кажется Он Говорит Очень Коротко Об этом Но У него Там Есть Довольно Таки Какая-то Мысль За этим За этим Находится Тоталитарный Субъект Тогда Он Становится Объектом У него На самом Деле Есть Несколько Выходов Или Несколько Стратегий Как Разобраться С этим Своим Положением И Одно Из Них Это Бунт Поэтому Вот Наша Наша Вторая Культура Советского Времени Она Была Очень Маскулинная На самом Деле Наташа Тут Может Мне Подтвердить Это Вот Там Был Вот Это Было Утверждение Маскулинности И Утверждение Своего Пространства В противовес Пространству Другого Где Маскулинности Было Просто Негде Развернуться Поэтому Нужно Было Создать Создать Своё Пространство Для Действия Как Субъекта Второй Выход Это Идентификация Как Бы Люди Я знала Таких Людей Они Предпочитали Делать Неглупые Люди Они Предпочитали Делать Советскую Карьеру Полностью Отдавая Себе Отдаваясь Вот Этому Большому Партийному Я Тоталитарному Другому И Становясь Рупором Как бы Рупором Вот этим И Таким образом Их Маскулинность Тоже Каким-то Образом Утверждалось Но Через Прокси И Все равно Они Они Просто Становились Частью Рупором Вот этого Другого Не находя Не Выгораживая Своего Какого-то Пространства А можно Было Просто В буквальном Смысле Феминизироваться Вот у Кушнера Есть такие Стихи Не могу Сказать Что я Очень люблю Советского Еще Времени Где он Говорит Что Там Он Прощается С женой На лестнице Она кричит Ему Ты Не забыл ли Ты купить Там Тапочки Он Описывает Вот этот Быть Советский И кажется Что сейчас Прямо Стены Над тобой Сомкнутся А потом Ему Говорит Это Жизнь Да Конечно И это И вот Это Тоже Жизнь Он Утверждает Себя Вот В этой Жизни Но Становясь И буквально В стихотворении Это прописано Становясь Таким Полностью Феминизированным Субъектом Становясь Полностью Принимая Своё положение Женщины Вот И Мне кажется Вот какая-то Подспудная Мысль В этой Статте Это конечно Жизжику Надо разобраться Вот с этим Делом С моральным Законом С тоталитарным Субъектом Объектом И С выходом Из этого Потому что Мне кажется Ему Некоторое время Я не знаю Понял ли он Вообще Как из этого Выйти Решил ли он Сам для себя Эту задачу Да Я Вспомнил Байку Которую Жижик Рассказывал Про Свою Юность В Югославии Он Когда учился В университете Он за вольнодумство И не очень хорошее поведение Был отчислен А Югославия Несмотря на то Что там не было Политической свободы Но это была страна Абсолютно скрытая Приезжай Уезжай Сколько хочешь И он тогда Решил поехать Учиться У ученика Лакана В Париж Учиться Психоанализм И он говорит Что я был Очень благодарен Татарным государствам Которым Я отчислил Потому что В противном случае Я бы Дальше Продолжал бы Изучать Марксизм И Мой Творческий путь Сложился бы Не столь Парадоксальным И удачным образом Мне бы Не пришло бы В голову Совместить Лакановский психоанализ С понятием Идеологии У Маркса Вот Поэтому В каком-то смысле Вот ему Не было Как-то Несчастья Да Несчастье Помогло Ну Это его Фирменный Парадоксализм Значит Теперь Хотел ответить Лёше По поводу того Что У нас Вот этот Большой другон Является Идеологическим Он не является На самом деле Идеологическим Как же он является Идеологическим Лёша Вот например Я тебе скажу У меня вот Нет ноутбука А дай мне попозже Своим ноутбуком На два часа Ты подумаешь Ну блин Ну зачем Он сейчас его возьмёт За возюк И зачем Он что-то тебе будет Говорить Дай Потому что Это должен Это твой Моральный долг Помочь ближнему И это не Идеология тебя говорит Это тебе говорит Наша природа Это говорит Экзистенциал Вот Дело в том что Когда говорят Про суперэго Большой другой То тогда Мы сразу Как бы В такой рамках Левой политической культуры Мы даже Стремимся Нет Мы сейчас Освободимся Вот Но Но Когда мы говорим Про освобождение На самом деле Мы Тайно Наслаждаемся Тем что Нас одобряет Большой другой Который считает Что освобождение Это хорошо Вот И Тем самым Мы как бы От этой инстанции Которая Находится Как бы Немножко Над нашим голосом И с которым Мы сверяемся Правильно мы говорим Или нет Мы от неё Никуда не уйдём Так устроено Наша психика Скорее всего Это связано Тем как Нас учили Учить И ходить В младенчестве И в раннем детстве Потому что То что мы говорим Нас поправляли Нам говорили Не Попробуй сказать Таково И потом Этот опыт Он переносится На большие структуры На нашего бытия От которых Мы никуда не уйдём И в этом Нет ничего плохого Ну я дальше Хотел сказать Про Татаритаризм Но к сожалению А я Я хотел Да Мария Простите Вы что-то Хотели сказать А нет Я опустила руку На самом деле А Я отвечу быстро Серёже Что Как мне кажется У Жижика Просто есть В его Дискурсе Тезаурсе Есть как бы Представление О большом другом В рамках идеологии Вот Сталин Гитлер Каптеристическая Система И Ты думаешь Ну Жертва идеологии Думает Что он сам А на самом деле Это в нём Говорит Большое другое А если ты уже Как бы Всё понял Если ты знаешь Что есть Большое другое Что есть Некоторая Интерсубъективность Что ты живёшь В обществе Что есть Некоторые Ожидания Если ты знаешь Что большое другое Существует И Как бы Ты Уже не ему Напрямую Подчиняешься А знаешь Что вообще-то Ты должен По графу Желания За желанием Своим Следовать Тогда ты Молодец Мне кажется Что мы все Делаем Одну и ту же Ошибку Тут есть Разница Фундаментальная Почему Сборщик Почему Герой Ветхого Завета Который Слушает Бога Напрямую Меньше Виноват Чем Трансцентальный Субъект У которого На место Место Бога Пусто И Место Себя Тоже Тоже Вроде Как бы Пусто И Почему Он Виноват Больше Почему Именно Вот здесь Оказывается Это Дьявольское Зло И То есть Я хочу Сказать Трансцентальный Субъект Да Потому Потому Что В Ветхом Завете Вам Бог Говорит Прямо Сразу И Вы Вы Выполняете Все Что Он Говорит Потому Что Это Базовое Основание И Вы Не Можете Ничего Сделать То есть Вы Интерпелированы Полностью А Трансцентальный Субъект То есть Вы Как бы Инструментализированы Богом И Это Значит Что Бог Основание Вашей Субъективности Подождите Это Ошибка Которую Сережа Например Делает Когда Устанавливает Нравственный Закон Я должен Отдать 300 Рублей А не 100 Рублей Кто Вам Сказал Что В вас Есть Как Устроен Ваш Голос Совести В Ветхом Завете Он Вас Прямо Напрямую Пронизал Кантовский Субъект Работает Так вот Сама Процедура Когда Вы Голос Совести Принимаете Как Он Есть На самом Деле Как Абсолютный Закон Вы Выходите Из Кантовской Парадигмы Потому Что Кантовский Субъект Устроен Иначе Нет У него Место Бога Место Самого Себя Основания Да подождите Моральный Долг Он Проективный Кантовский Субъект Не Имеет Основания Он Впутан Во всю Трансцентальную Схему У него Нет Основы Он 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 Должен Сам Вкладываться Нет Он Нет Нет Подождите Я Закончу Кантовский Субъект Должен Взять Ответственность Для того Чтобы Определить Своё Место Свой Долг И Это Не Дано Ему Изначально Поэтому Он Больше Виноват Поэтому Эсэсовец Больше Виноват Чем Этот Коричневый Рубашечник Потому Что Потому Что Если Ты Субъект Адорна Буржуазный Субъект Адорна Просто Мясо С инстинктами Ну То есть Он Его Отправляет Ну Типа Ветхий Завет Что От него Возьмёшь Ну Хорошо Видите Вы Специально Разрабатывали Например Она Сказали Ты Должна Родить Сына От Этой Женщины Он Постоянно Сливалось Семя Наземно Его За это Убил Бог Моисей Тоже Постоянно Говорил А почему Я Возьми Другого Я Не Это Самое Не Не Могу Ну Хорошо Хорошо Давайте Просто Логически Если У вас Есть Как основание Вашей Субъективности Долг Без Выбора У вас Есть Если Вы Говорите Что У вас Уже Есть Некий Такой Долг И Совесть Соответственно Что Вы Должны Отдать Ему Все Деньги Нищему Да То У меня Вопрос Как Вы Этот Долг Себе Вменили Вы Вменили Его Абсолютным Способом Предполагается Что Что Это Основание Вашей Совести Вашей Субъективности А У Канта Это Место Как Раз Пусто То То Вы Как Коричневый Рубашечник В данном Случае Принимаете Принимаете Есть Как На самом Деле Нет Подождите Подождите Нет Не надо Цитировать Там Нужно Нужно Смотрите Нужно Понять Что Трансцентальный Субъект Как Бы Он Не Объяснялся Это Субъект Не Привязанный К Божественному Закону Богу И Ну Прямо Понятому Просвещению Слушайте Я Я Я не понимаю Что Сергей Не понимает Ну Это Вот Вы Так Интерпретируете Да Я Я Я Что хочу Сказать У нас У нас Происходит Бунт Против Садиста Сейчас А вы Против него Бунтует Вы Против него Бунтует Это нормально Потому что Мы хотим Сказать Тебя нет Ты Сконструирован Ты Фантом Вот Но в чем Его Как бы Да Кстати По поводу Канта Он В предисловии К этой книги Пишет Почему Я хочу Разобраться С нравственными Вопросами Потому что Он двигается В рамках проекта Просвечения В котором человек Он должен Взять Свою Свою Жизнь Он должен Состояние Совершеннолетия В каковом Состоянии Внешние Внешние авторитеты Для него Больше Не являются Авторитетами Он Освобождается От авторитета Церкви И авторитета Царя Он теперь Берет Сам Себя И вот Где же ему Тогда Искать Основания Своих Посумков Когда он Берет Сам Себя А он Ищет Эти Основания В априорном То есть В доопытном В том Что во мне Присутствует Вместе С существованием И в Критике Чистого разума Он Разбирает Что Априорный Синтез Это уже Когда мы Высказываем То априорное Что в нас Присутствует И он говорит Что в нашем Сознании То что мы Вообще Воспринимаем Внешний мир Например Вот там Чашечку И там Стол Не потому что Они сами По себе стоят А потому что У нас есть Априорная Структура Чувственности Которая называется Пространство и время Которую мы Проецируем На внешний мир Который Вообще Непонятно Какой Какой-то Хаос И тем самым Мы этими Априорными Формами Структурируем Внешний мир И его видим Таким Как он есть Если бы у нас Этих априорных Форм не было То мы бы тогда Были бы в мире Как он есть И скорее всего Это какой-то Хаос Голова Голова Поплыла бы К окну И так далее Но если мы Занимаемся Вопросом Нравственности То тогда Мы должны Поставить вопрос Об априорном Потому что Априорное Это все Что у нас есть Все На что мы Можем поставить Себя Уже больше А на себя И вот там У нас оказывается Что существует Растиражированная Его цитата Нравственный закон В сердце То что находится В нашем теле Мы говорим Что меня Не устает удивлять Нравственный закон Внутри И небо Над головой Вот оказывается Что у нас внутри Есть этот самый Нравственный закон Вот этот Нравственный закон Он априорно Абсолютно пуст В нем Ничего нет Но он Дает о себе знать И конкретно Себя формулирует В каждой Конкретной ситуации Вот в каждой Конкретной ситуации Он тебе говорит То что связано С этой ситуацией Сам по себе Он пуст Именно эта идея Он Нет Он Он Некому Потому что Как бы он Как бы он Как бы он Безусловно Относится К отношениям С людьми Это безусловно Поэтому В этом смысле Он Коммуникационный Конечно Назадится и в отношениях К животным Безусловно Он про это не говорит Но в принципе Мы уже сегодня Понимаем Что да Потому что Мы сегодня Когда едим мясо Мы чувствуем Что Голосовести Нам говорят Все-таки Мы не очень правильно Поступаем Я вот Фалафель Стал Нет Но Фалафель Это 300 рублей И в общем Получается Очень много Белка Вот Да 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 Короче говоря По постепенно Отказ от мяса И тем самым Ты чувствуешь себя Более хорошим человеком И ты чувствуешь Что это Твоя совесть Вот И вот У нас Оказывается Что И вот У нас Оказывается Что Существует Это самое Радикальное зло Радикальное зло Это как раз таки То Что Голосовести Он нам говорит Иногда Часто довольно-таки Такие вещи Которые мы Не можем сделать Мы с ним договоримся И говорим Я тебя послушаю Но давай Компромисс Я учту Свои действительные Обстоятельства А ты мне не будешь Так сильно Мне указывать Я так и быть Это сделаю Вот ты ссоришь С 300 рублями Это самый Как бы Просто Такой Самый Простой пример Да Когда Голосовести Нам говорят Отдай 300 рублей А мы Отдаем 100 Тем самым Договариваемся С этим голосом Чтобы у нас Как бы Не это самое Но Но Тем самым А Дело в том Что Дело в том Что Дело в том Что Кант Он сказал Что Меня Не устает Это удивлять Откуда он А почему Мы Мы этого не знаем Я этого не знаю Мы можем Легко сказать Что это все Идеология Нам внушила Это все Нам внушила Наша религия Иисус Вот это все Но на самом То деле Это не так Мы знаем Что Это не так Вот Я к тому Что мы не знаем Пожалуйста Пожалуйста В третьей критике Да Он дает ответ Там же Ну конечно От Бога Это все То есть Благо Оно как прекрасное Оно относится К региону Не Разума Рассудка А чувств То есть Оно воспринимается Непосредственно И Не умом Бога Он говорит Бога Невозможно Доказать Но Ты должен Надеяться Что он Есть Если Ты Нормальный Человек Но При этом Нет Ничего Правда Что Доказать Да Но Да Но Как я Все представляют Что он Бога Верил В целом По такому Протестантском Ключе А Ну Да Но Они Ну В таком Протестантском Ключе Да Вот И Бог Все-таки Имеет Значение И Бог Даже был Шутливый тест На эту тему Вот Как я понял Бог Все-таки В его картине Мира Он По необходимости Существует Нет Там Там есть Нюанс Что благо Откуда Появляется В мире И Насколько я Помню Благо Появляется Именно Не Або Откуда Ну А Ну Ну Получается Что да И мне кажется Что здесь Потом же пошел Клин Противоречия Потому что Как бы Романтики Взяли Как раз Третью книгу Критику Способность Сосуждения И вот Новородили Делов Собственно Весь этот Романтизм Да Так оно Про искусство И про благо Благо Которое Есть Вот Доброго И Которое И Структурирует Наши Поступки И Которое Мы должны Не Именно Что Не Понять А Почувствовать Вот И Пошла Вот Это Вот Рассинхрон С одной Стороны Романтики Которые Третью Книжку Взяли А с другой Стороны Неокантианцы Которые Первые Две Книжки Взяли Вот Так Что Как бы Бог Это Не Пустой Звук Для Канта Все Так Я Пару Слов Скажу Я Хотел Примирить Я думаю Кант Вот Это Транзициональный Не 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 Надо Я Вам Хочу Ответить По Поводу Бога Он Как раз Субъект И Лузил Такого Своего Бога Философского Бога А вы За ним Пытаетесь Разобрать Вы Не Поймете Это Его Внутренний Бог Который Он Письменно Оформил И Сразу Вспомню Достоевского Если Бога Нет То Все Позвольно Как раз Морально Вот Я думаю Все Философы Пытаются Как бы Своего Такого Бога Вывести И потом Какие-то Моральные Такие Установки Придумать Вот Хотя На самом деле На самом деле Не На самом деле Просто Это Я думаю Что идет Из ревности О том Что Вначале Как бы Были Шаманские Практики Потом В Греции Многобожие Многие эпохи Да Потом Вот этот Монотеизм То что Ветхий Завет И Новый Завет Вот И Кант Жил Как бы Вот В этой Культуре Асад Он вообще Отошел Он не стал Сочинять Вот этот Трансинциальный Субъект Какого-то Божества Для себя Он как бы Вообще Вот И вот Наше время Вот этот 20 век Который мы говорим Он полностью Атеистичен Да Такой Да Я Не Я к тому Говорю Не Я говорю Про то Что Не Почему Он коммунист Он как раз Это самое Да Полностью Он говорит Зачем Бог О Боге Вообще Не говори Я говорю О том Что Вы пытаетесь Разобрать Какие-то Моральные Этические И так далее Разборы Канта Сада И так далее Вы В себе Покопайтесь Вот Вы Как Поэт Философ Что вы Сочините Есть этот Бог Или нету Да Этого Бога Я к тому Говорю Да Вы Индивидуалист Мария Мария У вас Рука Да Да Я хочу Сказать Таким Образом Получается Из того Что Вот Сергей Говорил И Жижик Задает Этот Вопрос Можно Ли Сказать Что Моральный Закон Канта Это Супер Эго И Получается Что Да Потому Что Если Это Что То Что Мы Извлекаем Из Самих Себя И Не 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 Цитируя Никого Да Моральный Закон Внутри Нас Но Это Может Быть Только Супер Эго Ну Если Использовать Фройдовскую Систему Потому Что Больше Ничего Нет Тогда Если Это Супер Эго Тогда Сад Является Истиной Канта И Жижик Предлагает Через Лагана Выход В Другое Он Говорит Что Это Может быть Желание Тогда Получается Что Моральный Закон Канта Это Желание И Мы Попадаем В Некоторый Тупик Каким Образом Этот Закон Может Быть Моральным Если Он Полностью Базируется На Желании На Нашем Индивидуальном Желании На Каждый Данный Момент У него Просто Нет Другого Наполнения Если У него Нет Никакого Наполнения Извне И он Находится Только Внутри Тогда Можно Передать Это Через Определение Супер Если Это Супер Эго Значит Это Сад Либо Это Желание Как Из Этого Выйти Тогда Моральный Закон Получается Желание Православные Аскетики Предлагается Потому Что Об этом Писали Святые Отцы Как Быть С тем Что Совершив Что-то Благо Человек Испытывает От этого Гордость Гордыню Неку А получается Так Что Вот Ты Совершил Что-то Хорошее Испытываешь За это Гордыню Потом Ты Ты Понимаешь Что Это Плохо И тем Самым Ты Своей Гордыней Обнулил Свой Хороший Поступок И выходишь Из этой Ситуации С нулевой Суммой Вот И таким Образом Чувство Вины За гордыню Обнуляет Вот это Самое То Что Твое Исполнение Морального долга Оно было Замарано Наслаждением Вот Нет Это Я не говорю О наслаждении Я говорю О желании Это все-таки Разные вещи А желание Там уже Желание Это же Стремление Получить Определенное Наслаждение То есть Мы когда Удивляем желание Желание Наслаждение Это как бы То что Движит И результат В результате Да Человек Он Своё Желание Удовлетворяет И вот когда Лакан Говорит И вот когда Лакан Говорит Да Ну да Это да Да Но 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 все равно Нет Он его И удовлетворяет Не полностью Всегда Да Да И пошел На следующий ход Да Да Ну вот Но тут Лакан Действительно Он переводит И когда Лакан Значит Вот смотрите Можно так Понять Что Лакан Говорит Следуй своему желанию А Фрейд Говорит Слушайся Сверх я И тем самым Фрейд Это Такой злой папочка Который говорит Веди себя хорошо А значит Лакан Это Значит Какой-нибудь Значит Друг Старшеклассник Который пьет Отвертку Да И говорит Давай там Это самое Вот Но Да Да То есть Но Так Как бы Хочется понять Но Это не так Вот Да Ну и Это я потом Ну да Теперь Анна Скажите Что вы хотите Скажите Привет Мне просто Кажется Что Можно просто Переставить Члены в этом Предложении Потому что Мария сейчас Заявила Как выйти Из безвыходного Ситуации Когда долг Это желание Мне кажется Жижик Просто Он И чуть иначе Формулирует Это Предложение Он говорит Не долг Это желание А желание Это долг Мне кажется Как раз Таки Это тот пример Который Приводил Сергей Когда он Воспроизводил Статью Вот как раз Пример С виселицей Если для Канта Разведены Желания Сексуального Наслаждения И дознавствования Которые воплощает Виселица То как он Говорит Жижик Контер-аргумент Лакан заключает В том Что нам конечно же Придется угадать Каким может быть Его ответ Может быть Он не сможет Взять эту женщину Не зная Что на пороге Стоит виселица Может быть Виселица И долженствование Прописано В его ДНК Точно так же Как это желание И в данном То есть Это желание И есть его пропись То есть Ну это к вопросу О всей этой традиции Которая спрашивает Наш ли наш секс Наш ли наш язык Когда мы занимаемся Любовью И считаем Что мы произвели Сексуальную революцию Насколько это были мы Насколько это было Был ты Насколько это было Вот твое я И когда ты говоришь Мое я Это когда ты ищешь себя Насколько в принципе Это отвечает Искомой подлинности И Ну опять же К вопросу О всех этих Фуко Огамине И так далее Мне просто Кажется в этом смысле Очень интересным Я хотела Просто свернуть Чуть в сторону Алла началась С этого образа А потом Сергей поддержал С этого образа Садовской девушки Которую Как не истязай Она Остается Целостной Она остается Фантомной Она остается Иллюзорной И мне в этом смысле Очень Я вспомнила Как мы говорили Тоже когда-то зимой Мы с Сергеем Как раз Аллой Тоже вот Здесь на кафе Разговаривали И мы говорили Сергей говорил Вот вы со всеми Своими конструктивистскими Штуками А что вы будете делать Когда вас начнут Метелить И разбивать вам Руки Дубинками И я тогда сказала Что проблема Не в том Что Конструктивность И телесность Существует отдельно А в том Что телесность Целиком Оформлена Конструктивностью И форма дубинок Она собственно говоря И цвет их Она целиком Зависит от того Какое Тот самый Вот это Сверх я Существует Да Какой большой Другой Задействован В сюжете И в этом смысле Мне просто Я вот тоже Сегодня Мне очень зацепила Сегодня у Аренд Эта тема Это арендовская Очень тема С противопоставлением Вот этой Жестокой Государственнической Фашистской Будь то фашистская Государственническая Программа Или программа Государства Израиль Правительства Бенгуриона Она их Одним дерьмом Мажет И вот она В начале Своей Этой книги Банальный Зла Она постоянно Намеренно Противопоставляет Вот этому Большому Другому Его Произволу Конструктивному Голую жизнь Вот это Страдание Вот этих Жертв Колокоста Когда она Описывает Меня просто Очень зацепила Эта сцена Где она Описывает Судебный Процесс Описываемый Ей Как целиком Спектакль Поставленный Израильским Государством И она Пишет О том И одновременно Она противопоставляет В пику Этой Властной Властному Спектаклю Она противопоставляет Конкретный Опыт Страдания Она говорит Контраст между Израильским Героизмом И покольностью С которой Вреешь И на смерть Якобы Это вменялось В вину Прокурорам Собственно Не ответчикам А свидетелям Вовремя Являлся На сборной Пункты Своими ногами Шли туда Где их должны Были казнить Сами рыли себе Могилы Самостоятельно Раздевались И складывали Снятую одежду Аккуратными стопочками А затем ложились Бок о бок Ожидая выстрела Казался вопросом Весьма деликатным И прокурор Не пристанно Тяжзавший Свидетелем Одного за другим Одного за другим Почему вы не протестовали Почему вы сели В этот поезд А и так далее Постарался извлечь Из него максимальную пользу То есть Это чисто Арнадовский сюжет Когда она говорит Что нам конструктивность Произвольную Гласную Тоталитарную Всегда Всегда фашистскую Где бы это ни происходило Где бы это ни разворачивалось В Израиле В Советском Союзе В фашистской Германии Нужна Конструктивность Властную Которая всегда создает Своего исключенного Своего безгласного Своего Беспартийного Своего безгражданственного Своего апатрида Нам нужно заменить Айрн Говорит На конструкт Который будет Не будет Представлять Какого-то Внешнего Для себя Не будет Представлять Какого-то Вытесненного А всех Включит Никого не оставит За пределами Нормативности Вот И но просто Меня Больше всего Занимает Не столько Вот эта Ее спекуляция Потому что мне кажется Она сама Очень тоталитарной А вот эта Сама постоянной Вводимая Ей тема Наряду с конструктом Различить Движение Не только конструкта Но и конструктивное Движение Плоти Конструктивное Движение Вот этой Страдающей Плоти Плоти Да прописанной По самому Жестокому Коду Уничтожения Плоти Плоти Взаимодвижение Ну На самом деле Совсем Не все Евреи Не сопротивлялись В течение Второй мировой Войны А Холокост Это было Ну Скажем так Это Это Вынужденное Но Это Как бы Назвать Вынужденное Добровольное Потому что Это Религиозное Самое Жертвоприношение Добровольное Самое Жертвоприношение Масса Евреев Основой Этого самого Варшавского Восстания Которое Как бы Слил Сталин Были Евреи Тоже Скажем так Это не обязательно Точно так же Как сионизм Это Совсем Не все Евреи Мира Это тоже Некое Религиозное Движение Внутри Внутри Еврейства Но я не это хотел сказать Это просто Как ремарка Я возвращаюсь К этому От этих ужасов Всех К нашему Субъекту Или не нашему Ну в общем Нет Подожди Вот Я просто Современный Субъект Ты вот говорил Чего мы протестуем Ты как Этот самый Как Ну Как хорошие Психоаналитики Говорят А вот вы Вот здесь вот Сопротивляетесь Значит здесь истина Но это не всегда Как говорил Приписывают Фрейду Прежде чем Идти к психоаналитику Посмотрите Не окружены ли вы Идиотами На самом деле Вот А я к чему Долго веду Что Возмущение Справедливое Вот в каком смысле А Такое Что Современный Субъект Он Скорее Мазохистичен А не Содистичен Он Запрещает Себе Удовольствие Совершенно По Канту Канта Запретить удовольствие Очень просто Надо поставить Два взаимоисключающих Условия Ну например Ну то есть Ты во-первых Автономный субъект Гетерономный Это плохо Давай-ка вот Изнутри себя Вот Это самое Это во-первых Во-вторых Существует Вот этот вот закон Который опять же Найди внутри себя И Давай подчиняйся ему Хотя ты автономен И В общем-то Все Ты как бы Лишен доступа К наслаждению Все вот Сиди в этом Во всем И Страдай А вот Как раз Содистический Субъект Там как бы Вот Ну есть Полный доступ К наслаждению Никакого внутреннего закона Сплошная Автономия В общем В этом смысле Они не противостоят Друг другу И Это еще вопрос Вот эти все Эйхманы Сталины Гитлеры Они были Садистичны Ли Это вопрос Когда есть Масса Мазохистичных Этих самых Там Он Не является парой Садист Мазохисту Вообще На самом деле Он не нужен Мазохисту В общем В этом смысле Вот я думаю Так Да Мне вот хочется Опять вернуться К этой проблеме У кантовского Субъекта Нравственный Императив Это такое Априори Которое Не наполнено Некой Сущностью Можно Конечно Наполнить Но проблема В том Что мы Сделали Переход Метафизический От Мира С основанием К миру Без основания И тогда Вот это Априорное Знание Это Знание С одной стороны Как бы Вот И мое И внешнее То есть Оно Оказывается В статусе Дискурсивное Коммуникативное Социальное И у него Нет основания И Да Может быть Надежда Там может быть Большой спектр Чувственности Страданий Но там Нет Одновременно Однозначной Привязанности То есть У канта Появляется Как раз Вот этот Субъект Отпущенный На волю Именно Трансцентальная Субъективность Отпускает Его На волю И накладывает На него Огромное Количество Обязанностей И И поэтому И поэтому Начинается Вот эта Вот Бесконечная Разборка А куда Его подвязать Может быть Ему Туда Вкачать Какую-нибудь Душу Может быть Его подвязать К большому Другому Языка Но Дело в том Что это Все равно Никуда Не уходит И мы Это Очень Хорошо Видим Когда Ну если бы Например Наши Сенаторы Которых Мы Понятно Как Воспринимаем Говорили Что они Однозначно Продукция Языка Большого Другого То есть Продукция Идеологии Или Они Влекомы Инстинктами Алчности То у нас Не было бы К ним Претензий Ну ты Животное Ну ты Проводник Инструмент Но у нас К ним Есть претензия Политическая Мы Полагаем Что каждый Из нас Занимает Определенную Как бы Наполняет Субъект Свою Субъективность Определенным Набором Вмененных Нам Кантом Дискурсивность Социальность Внимание То есть Ты уже Обязан Заполнять Свою Пустоту Вот этим Набором Политических Культурных Долженствований И поэтому У нас Есть Претензии Поэтому У нас Есть Ну не знаю Политическое Преступление Вот всякий Весь этот Правовой Набор И В связи С этим Да Мы не можем Даже в тоталитарных Обществах Подвязать Куда мы Подвяжем Этого Субъекта К Репрессивной Машине Да Но он Ускользнет Ну как Шаламов Да К Однозначной Не знаю Там Воспроизвод Подвязан К другому Да Свято Верят Товарищу Сталину Да Но мы Это тоже Не можем Сделать Потому что Тогда мы Отправляем Его Ну как Бы в инструментальность По отношению К метафизическому Основанию И отсюда Как бы Вся проблема Да Отсюда И диссидентские И Всякие Критические Контракультурные Движения И И что Самое Неприятное Вот Из этого Докантовского Понимания Субъекта У нас Образовывается И народ И Статистика 80% То есть Есть Вот это Воспроизводящаяся Классическая Ошибка Которая Все время Субъекта Гражданина Привязывает К какой-нибудь Какому-нибудь Ложному Основанию Навесили Гирьки Да Он Тоталитарный Персонаж Да Он Принадлежит К глубинному Народу И Какое Какая вообще Бездна Неуважения И Неадекватность Метафизическая Неадекватность Вот в таком Типе Логического Суждения И по отношению К себе У меня Такое Нравственное Априори Я даю 300 рублей А Это Пустое Место Назначать Себе Нравственное Априори Вот например Я вот сегодня Да Ну Слушайте Что у меня Постоянно Про вот это Это Понимаете Как Это У всех Абсолютно Послушайте Вот это Все Я Переложаю Ответственность Я сажаю Его В Место Которое Занимаю Я А я Значит Как бы Инструментально Так Так Еще Что Послушайте Послушайте Я Я Себя Хочется Хочется Дать По морде И Используй Тем самым Мои слова Потому что Мы же Мы же Как бы Своим Сверх Я Разбираемся Нет Да нет Да нет Да нет Просто Это называется Как называется Перенос Это механизм Перенос Ты Пытаешься Разобраться Своим Сверх Я Давай Другому Сверх Я Другому Человеку Короче Говорят Короче Оно Всех В общем Смотрите Смотрите Давайте так Попробуем Примирить Эту ситуацию Попробуем Ее примирить С тем самым Сверх Я Через Вот этого Самого Лакана Который Вам понравится Потому что Лакан Говорит Что В отличие от Фрейда Который И Канта Который Говорят Что Это самый Долг Он никакого Не имеет отношения К нашему Реализации Нашего Наслаждения Нашего Удовольствия Лакан Говорит Что На самом деле Имеет Вот что Поэтому Давайте так Когда Я Не даю 300 рублей То на самом деле Тем самым Я запрещаю Себе Наслаждение Я себе Говорю Что Нет Нет Тебе нельзя Так сильно Наслаждаться Потому что Ты лучше Дай 100 Потому что Такого Наслаждения Ты не выдержишь И таким образом Смотрите Мы говорим Да Мы говорим До желания Лакан Говорит Следуй за своим Желанием Лакан Говорит Что Супер Эго Сверх Я То бишь Оно Продиктовано Желанием Либида И таким образом Мы говорим Что просто Это самое Сверх Я Оно зовет Наслаждаться В большей степени Чем нас приучили Мама с папой А мы говорим А мы говорим Что мы Будем Пойдем Наслаждаться Вот так Вот Мы как бы Пример Это самое Сверх Я Если с позиции Лакана И Канта И Фрейда Это такой Ататашкин Который нам Говорит Ай-яй-яй То Лакана Это инстанция Нашего желания Которая нам Говорит Наслаждайся А мы говорим Что Я конечно буду Наслаждаться Но все-таки На 100 рублей А не на 300 Потому что Такое наслаждение Я не выдержу Вот Да-да-да-да-да-да Вот Вот Да-да-да-да-да Вот И поэтому Да Я себе запрещаю Это наслаждение Я себе запрещаю Наслаждение Отдать свой компьютер Нижний Ты извинишь Я про тебя все говорю Это не ты Это не ты Но так Просто удобней Ты как этот самый Очень яркий Да-да-да Яркий Давай Тогда Общаться С этим человеком Давай ты с ним поговоришь И таким образом Успокоишь Себя Скажешь Видишь ли в чем дело У меня есть 300 рублей Я Не могу тебе их дать Я тебе могу дать 100 Ты не обидишься на меня Не затаишь ли ты Это И он скажет Например Он скажет Нет Давай 100 рублей В смысле Я не задаю на тебя Это самое И ты пойдешь Полностью освобожден Или он скажет Я задаю на тебя злобу Ты скажешь Вот паразит Дашь ему все-таки 100 Сколько мог И пойдешь Опять же Полностью Освобожденный Потому что ты знаешь А возможно ли Какие-то вот такие Модальности Сразу одновременно Присутствующие Разных дискурсивно Символических Ситуаций Которые диктуют Режимы получения Наслаждения Одновременно С одной стороны Ты ему Вот можешь дать 300 рублей С другой стороны Ты можешь Ему отказать И тоже получать Наслаждение По-своему В другой модальности А в третьей Может быть Ты его призовешь И как Иисус Поведешь за собой Куда-то Это третья будет Какая-то ситуация Совершенная И все И Можно еще Дать ему Тут же в руки Там не знаю Какое-нибудь оружие Какую-нибудь дубину И призвать К чему-то Более радикальному Да Вот ты сидишь здесь А почему ты сидишь А вот потому и потому Потому что творится Вот такое Вокруг Ты посмотри И Ситуация может быть Развернута Врасль совершенно Горизонты И получается Тогда что Вот этот Большой Другой Их Он как минимум Не один А может быть Он и небольшой А может Это ты сам В себе Взращиваешь Вот этого Да Какого-то Такого Такой голос В тебе Пробуждается Который готов Призывать Куда-то Кого-то Но это тоже Так большой Другой Конечно Нет Там Ну понятно Что все в голове Все В одной В одной голове Это может Мечас Да Я хочу вернуться К 300 рублям И хочу сказать Что Ну вот Сергей правильно Я правильно же сказал Ведь он же ведет Сам собой торговлю Правильно 100 или 300 Но на самом деле Это он не сам собой А если Ну взять Опять же Схему Фройда Хотя она Ну она же Очень упрощенная Сверх я Я Это сознание И бессознательное Вот ваших Три Структуры Они должны Каким-то образом Эту ситуацию Расторговать Если у вас Ваше бессознательное Говорит Ничего ему не давать Пошел он Вообще Все мне Ваше сверх я Говорит Отдай все И ваше сознание Потому что Мы только В плане сознания Мы можем существовать Оно каким-то образом Проводит Вот эту Негуциацию Да Ну а Супер эго Все-таки Надо вернуться Я не говорю Даже Сейчас Про Жижика В какую-то В точку пересечения В которой мы находимся Супер эго Это все-таки Ну Сверх я В каждом из нас Оно продукт Места Нашего места И нашего времени Да И то Где мы оказались Что мы прожили Кто нас воспитал То есть Оно очень ситуативно Тем не менее И вот именно Это и Кант Как раз И хотел сказать Ну Он и говорил Это просто Не на нашем языке Там за последние Несколько Сотель лет Это уже было Разработано Но Он как бы Усложнил Вот эту ситуацию С моральным законом И сказал Что он находится Внутри нас А что Что такое Вот это Внутри То есть Это то Та точка Которую мы достигли К нашему Времени жизни Пройдя Все вот эти места Все времена И всех этих людей Через которых С которыми Мы столкнулись И где мы жили И кто нам что говорил Что мы читали И родителей И друзей И всех-всех-всех И школу И государство Да Супер эго Это синтез такой Который Находится внутри нас И именно с ним Мы всегда торгуемся И это неизбежно Как бы Мы не хотели Без супер эго Мы существовать не можем Оно в нас есть И было бы странно Без него как-то Существовать И Мне кажется В этом есть Какой-то выход Из вот этой ситуации Когда мы Желание возводим В моральный закон Естественно Мы делаем только то Что хотим Ну По-простому можно сказать Мы делаем только то Что хотим И это есть Определенный моральный закон И мы можем хотеть Чего-то супер хорошего Мы можем Захотеть отдать 300 рублей Можем захотеть Отдать 100 А может быть Вообще ничего Может вместо Супер эго Фреймы Модальности Их сейчас Ну вот Слушайте Я хотел бы Все-таки Сказать по поводу Канта Что В интерпретации Аллы И иногда В других Тоже интерпретациях Канта Оказывается Релятивистом И конструктивистом Коим он Не являлся Все-таки Это уже Как бы Не Ну серьезно Он за истину Он Непосредственно Воспринимает Благо и красоту И Верит Бога Вот И вообще Он за универсальные За универсальные истины Общие Значимые Там Все Довольно Будем в следующий раз читать Ну может быть Он за счет абстрактности Своих Многих Положений Компенсирует Вот эту вот Строгость Ну сейчас Ну сейчас Я уже все Ну вот Закончил По поводу По поводу Да я сейчас уже Пойду По поводу Желания наслаждения Там кстати Такая Тема То есть Мне кажется Что по Лакану Не кажется А По Лакану Как бы Ну Ты должен длить Своё желание Да Ну вот Хочешь Хочешь дать 300 рублей Вот чувствуешь Сегодня не тот день Да Не даешь Там могут быть Всякие Препятствия На пути К этому Действительно Которые Как бы И не позволяют До конца Достичь желания Точнее Объекта А Не могут Ты как бы Может быть Там и сам их Как-то создаёшь И они как бы Просто сами Они в тебя ещё и встроены Потому что у тебя Нехватка внутри Вот Ну как бы Они бывают Но главное Что Вот Нет Как бы Вот это вот Императивы желания Да Объекта Он должен быть Внутри тебя То есть действительно Ну вот Дал Не дал 300 рублей Съел сам шаверму Вот такого рода Вещи А по поводу По поводу По поводу Наслаждения И живём ли мы В эпоху наслаждения У Жижика Тоже есть Вот этот Пост Локеанский Заход Что Как раз таки Большой другой Тебя В современном Обществе Заставляет Наслаждаться Он призывает Он командует тебе Наслаждайся А ты А ты А ты Ты должен Не наслаждаться То есть Консюмеристки Потреблять Товары Покупать Востоянно Вот Стремиться К этому Вот что такое Императив Наслаждайся В современном Капиталистическом Обществе Вот Ты должен Не к этому Стремиться А ты Должен Вот Понять Как вообще Устроена Вся система Прислушаться К своему Желанию И двигаться Вот По И Двигаться 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 Ну Это Кому как Двигаться Не секс Делать Добро А не секс Ну С таким Я А где Это Я тоже Это Не слышал Ладно Подождите Все Я заканчиваю Короче Нужно Двигаться Своим Желанием Нужно Пытаться Длить Точнее Нужно Длить Своё желание И пытаться Его Достичь Что Невозможно И Нужно Понять Что Большого Другого Не Существует Вот У нас Аня Привет Привет Аня Сейчас Секундочку Тут у нас Будешь Пройдет Извините Все Слушаем Мне просто Очень-очень Понравилась Реплика Марии Завьяловой Которая Сейчас Была Которая Странным Образом Для меня Соединила В один Рисунок В один Узор Большого Другого Которая 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 Сконструирована О нехватки Гумус Благодаря Которому Она Воспроизводится Но Одновременно Гумус Тех Люди Которые Ходят Школы На Работы Берут Ипотеки Живут В России В Америке Где хочешь В Югославии Это Одновременно Ее Нормативный Гумус Но Одновременно Это же Вот Весь Этот Огромный Контекст Которым Одновременно С Продвижением Вот Этой Темы Создание Тебя Конструирование Тебя Властного Нормативного Говорила Мария И В этом Контексте Каждая Соринка Каждое Мусорное Зерно Каждое Дыхание Оно Иное Оно Подвижное Оно Выбивается Из Нормативности И вот Меня просто Безумно Занимает Как они Существуют Одновременно Одно И другое Как существует Одновременно Пропись И как Существует Ускользание Как Существует Проблема Жизни И смерти И Проблема Проблема Простанства И времени Нормативных И проблема Времени Как плана Радикальной Потенциальности Земли Как Критикулярного Пространства Как Существует Одновременно Сталин Симондон Вот Меня Просто Безумно Это занимает Просто Мария Она Ввела Вот этот Противоречивый Гротескный Сюжет Когда Это Одновременно Контекст Который Тебя Это Одновременно Власть Идеология Которая Тебя Оформляет И одновременно Этот контекст В котором Ты бытуешь Без привычных Дихотомий Ядра И оболочки Внутреннего И внешнего Части И целого И вот Это Меня Безумно Занимает Вот Это Соединение Несоединимого Вот Обалдеть Как Сталин Симондон Видимо Они Очень Похожи Только У нас Есть Разные Способы Интерпретации У нас Большое Количество Метафизических Атовизмов Которые Мы Используем Для Интерпретации И Каждый раз Попадаем Не туда А вообще-то Интересно Прочесть Потому что И тот И другой Ну как бы Конструируют Технический Объект На уровне Ну как бы Логических Последовательностей Если взять Чисто Логику То Они Будут Похожи А вот Как бы Всякая Сюжетность Разная О Мария И мне Еще Напоследок Я хочу Сказать Может быть Кто-то Знает Кто Работал Над Этой Темой Меня Интересует Маленький Объект А Лакановский И его Садизм Этого Объекта Его Тирания На самом деле Он представлен Здесь уже Как Очень Такой Позитивный И Доброкачественный Сюжет Но На самом деле Вот этот Маленький Объект А Который Существует В нас Внутри И Не привязан Ни к чему Извне Да Так же Как отчасти Моральный закон Почему Лакан И Связывает Его С Императивом Канта Потому что Вот этот Объект А Это Как бы Основа Фундамент Всякого Нашего Желания Который Мы Потом Каким-то Образом Экстронализируем И Повязываем К чему-то Но он Так же Как Моральный Императив Закон Он Точно Так же Сам Объект А Ни к чему Не привязан Но Если Мы Его Экстронализируем И если Он Контектирует Какой-то Объект Извне По-настоящему То есть Возможен Перенос Этого Объекта Вовне В какой-то Объект Который Находится Снаружи И тогда Вот эта Тирания И садизм Вот этого Синтеза Тогда Он Совершенно Невыносим На самом деле Он может Раздавить Человеческую Психику Ну Вот Если бы Если кто-то Что-то знает То Кто-то Писал На эту Тему О Садизме Маленького Объекта Мне Было бы Интересно Тоже Он Выходит Из Четырехчленной Схемы Лакана Расщепленный Субъект Находится Под чертой Дроби Хочет Воплотиться В свою Целостность Воображаемую Он Использует Для этого Символический Порядок А Символический Порядок У него Под чертой Проявляется Маленький Объект А Это вот Мастер Дискурс И Тогда И Расщепленность Субъекта Несамотождественность И Маленький Объект А Они Не Предлагают Императивной Как бы Это не Императив Вины Это Нехватка Или Избыточность То, что Не Упаковано То, что Заставляет Все время Думать Искать Обрабатывать Желать Но Но Можно Считать Это Лебединальным Избытком Можно Считать Это Нехваткой Дискурса Или Грубостью Дискурса То есть Мы Можем Испытывать Как бы Тревогу И Неловкость Да Вот Маленький Объект Так Там Когда Лакан Вертел Дискурсы То Там Тревога Там Нет Стыда Там Нет Вины Тревога От Того Что Ты Все Время Ну В такой Неопределенности А Неопределенность В нашем Метафизическом Поведении Она Тревожна Хотя Вообще Не обязательно Она должна Быть Тревожна Видимо Это Потом Уйдет Мы Научимся Легко Понимать Себя Ну Как бы В диалоговом Режиме А не В режиме Утверждения Но Маленький Объект А Это То Что Не Может Быть Утрачено И Если Оно Если Оно Находится Под Угрозой Тогда Оно Осуществляет Свой Садизм И Тиранию И Я Ну Скажу Маленький Объект А Потому Что Потому Что Это Очень Очень Сложное Все На самом деле Когда Локан Впервые Про него Говорит Он Приводит Такой Пример Вот Ребенку Ему Дают И Нет Он Играет С Игрушкой Которая То Закатывается Под кресло То Возвращается Обратно Да 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 С Катушкой И Ребенка И Человеку Начинает Очень Интересовать Сама По Себе Эта Динамика Тут Нет Объекта Какого-то Чистого Объекта Тут Есть Сама Динамика Сама Пульсация Это Отсутствие Указания Отсутствие Конкретности Я Не этого Хотел Я Опять Не то Нашел Опять Непрерывная Утрата Тождества И Одновременно Это Процесс Движения И Причина Желания Но Это Не в том Смысле Что Я хочу Вот Именно Некий Объект Хочу А то Что Опять Опять Не то Опять Я В причине Желания Причина Желания Это Не знаю По-моему Что-то С вечным Возвращением Когда-то Что Возвращается Возвращается Лебединальная Вот Эта Ну Как бы Протяженность Вот У Бунина Есть Рассказ Грамматика Любви Я не знаю Помнит ли Кто-нибудь Там Про Какого-то Барина Который Потерял Кого-то Там Свою Девушку Или жену Я не помню Вот И он Забрался В постель И больше Он Из нее Никогда Не выходил Сидел в постели И ничего Не делал Вот Вот это Вот это Потеря Объекта А Когда он Когда он Изъят Из внутренних Человека Соидентифицирован С каким-то Внешним Объектом И потом Утрачен Вот у Бунина Причем у него Это и называется Грамматика Любви Он Я когда его читала Давно-давно До меня Только потом Как бы Уже прочитав Лакана Я поняла Бунина Утрата Депрессия Это утрата Абверта Ну Наверное На самом деле Его не утратить Но тебе кажется Что ты его потерял В этой постели У него куда-то Закатился А вот Еще Пришел в голову Пример Маленького Объекта Вот Очень схожий С детской Игрушкой Которая Ребенка Заинтересован Форда Которая То появляется То оправдывает Его ожидания То наоборот Убегает Но подчиняется Вот Такого же Рода Желание Управляет Нами Когда Нам понравилось Какое-то Предположим Литературное Произведение Ну Например Роман Это Известная Вещь Когда Он Захватывает Когда Линия Сюжетная Она идет Таким образом Она То оправдывает Наши ожидания То Как бы Не оправдывает То есть И такое Колебание Только Ни в коем Случа Не в одну Сторону То ли Не в другую А вот Она Так Нас Манит То А ну Вот Да Как я И думал А потом Ух ты Совсем Не так И Вот На этом Желании На этом Маленьком А Мы Вот Говорим Не оторваться Вот так До утра И дочитался 300 страниц Вот эти Вот А у меня Еще одна Можно я скажу Да У меня просто Еще одна Литературная Ассоциация Это Андреа Жида Подземелья Ватикана Если Наверняка Кто-то читал Читали Кто-нибудь Читал Я не помню Когда Ну Андреа Жид Да Начало 20 века До середины И Он там Как раз Пишет И Он Вводит Вот эту Тематику Морального Закона И императива И показывает Какие Внутренние Дебаты По этому поводу Шли в это время В середине 20 века Ой Я не помню Когда его написали Ну Во французской Мысли Скажем И он там Спорит Как с Кантом Так и с Достоевским У него Герой Который Приблизительно К концу Книги Там есть Какой-то Заговор В поезде Встречает Своего Какого-то Знакомого Он ему Чем-то И он решает Его Скинуть С поезда Просто так Чтобы Как бы Осмелюсь я Или нет Он его Выкидывает С поезда Ну Тот Погибает Вот И он Как бы И у него Дилемма Как бы Преступление Наказание Да Вот он Там Вечером Ночью Он мучится И понимает Он как бы Понимает Точно так же Как Раскольников Он понимает Что ему Нужно Пойти в полицию И заявить на себя Потому что Иначе ему Дальше Потом Ну вот Никак Вот Он просыпается Утром И Говорит себе А вот Не пойду Я в полицию И не идет То есть Вот Как бы В литературе На самом деле И почему Интересно Читать И рассматривать И в любую литературу Включая философскую Находить в ней Какие-то Вот эти Основания Которые Потом Выводят В какие-то Ниточки Создают Такую Огромную Гребницу Вот Этой Европейской Мысли Это Всегда Интересно Просто Литературная Ассоциация Спасибо Ну Мы Завершаем Мы По времени Вроде Должны Завершать Всем Спасибо Большое Предлагайте Следующие Тексты А Марина Вадимовна Я вижу Руку Давайте Попробуем Проснулась Я просто Хотела Сказать Что Я Совершенно Не согласна С вашим Таким Посылом Что Человек Делает Только То Что Он Желает Мне По жизни Кажется Что Как раз Мы Наоборот Очень Часто Наступаем На свои Желания И Ориентируемся В своем Поведении В своих Поступках Ну Может быть На мнение Окружающих Может быть Так Сказать Вот На Этот же Самый Императив Кантерский И так далее Вот Потому что Те люди Которые Поступают Так Как они Хотят Не считаясь Абсолютно С окружающими Людьми Они Являются Мне кажется Злом Вот Ну тут Есть такой Момент Это Психоаналитический Термин Который У нас Просто так Переведен Вообще Это Интенциональность Наверное Ну Наверное Да Вот И Последнее Завершая Все Вот эти Вот Мнения Великих Людей Которые Здесь Вот По мне Конечно Лучше Канта Но Никто Не Сформулировал Так Сказать Вот Как Нормы Нашего Поведения Потому что Когда Они Нарушаются Когда Мы Поступаем С другими Отнюдь Не так Как мы Хотели Чтобы Поступали С нами Начинается Разрушение Человеческого Общества Вот И Все Ну Это Как бы Непрерывное Разрушение Непрерывное Новое Место Для Установления Давайте Тогда Прощаться Тем Идей До свидания Спасибо Всем Спасибо Большое До встречи До встречи Продолжение следует...